Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Спасибо, что заглянули. Сегодня у нас кумбрия. Многие, кстати, путают грейпфрут с красным мясом. Нет, с красной рыбой. Картошечка, огурчик и холодная водичка, которую я сразу уберу, пожалуй. И очень интересный вопрос от подписчицы, который я сразу прям зачитаю. Волкова Евгения задает вопрос. Привет, Айка! Обожаю твои видео. Однажды была в Азербайджане и заметила, что все подростки уступают место в автобусе пожилым людям, да и не только просто преклонного возраста. Парни встают, когда в автобус заходит девушка. Как ты считаешь, это правильно или нет? Я живу в Самаре и всего однажды была у Баку. Это мне не понравилось. У нас не уступают. Даже если беременная девушка заходит в автобус, это ее личные проблемы. Если она беременеет от нищеброда. Я же не виновата в этом. Почему я должна уступать тебе место, если я заплатила столько же, сколько и ты? Порассуждай, пожалуйста, на эту тему. Я считаю, что неправильно говорить от нищеброда. Мы не знаем завтра, как сложится наша судьба. То есть, вот честно, я бы девушке беременной уступила бы с удовольствием. Но действительно у нас в Азербайджане есть такое, что когда девушка заходит, например, в автобус, обязательно парни должны уступить ей место. Или, например, женщина возраста моей мамы заходит в автобус, я обязательно должна уступить место. И я не вижу здесь ничего плохого ровно до тех пор, пока с тебя не будут требовать это. Что почему ты не уступила? Я не обязана уступать. Если я захочу, я могу это сделать. Но некоторые почему-то считают, что все обязаны им уступать. Вот это мне не нравится. Однажды, давно, где-то, наверное, года 4 назад, еду я в автобусе. И заходит женщина. Ну, как женщина? Ей 38, может быть, где-то. И рядом с ней девочка. Ну, 10-12 лет девочке. Выглядит вполне нормально. Нормальная, здоровая девочка. Она спокойно может постоять вместе с мамой. И тут вдруг я чувствую, что она меня тыкает. И говорит, вы что, не видите, что здесь девочка стоит, ребенок? Уступите место ребенку. Я чисто как-то встала. Уступила. А потом сама себе думаю, в каком месте она ребенок. Ей 12 лет. Может, даже чуток побольше. Даже если ей 8 лет, я не обязана уступать. Если я захочу, я могу уступить. Вы можете сказать, извините, пожалуйста, можете уступить место. У меня ребенок, например, стоять не может. А если что-то там стоишь. Обычно, в 90% случаев, я сама уступаю место. Но, когда это час пик. Когда все просто на друг дружке. Стоят, не знаю, 10 мужчин. Мне не хочется вставать. И ехать в обнимку с каким-то мужчиной. Мне просто некомфортно. До этого однажды был случай. Я вот собственными глазами видела, как девушка стоит. И сзади нее стоит мужчина. И он начинает тереться об нее. Потом она это почувствовала. И резко начала на него кричать. То есть, в автобусе бывают разные люди. И озабоченные. И идиоты какие-то ненормальные. Психически невменяемые. Поэтому, когда говорят, что вы обязаны всегда уступать, я не согласна. Вот когда час пик, я не уступаю. Потому что мне некомфортно ехать в автобусе с каким-то неизвестным мне мужчиной в обнимку. Если я вижу, что стоят все, например, девушки, не настолько много народу, или, например, мне ехать не так далеко, то я спокойно всегда уступаю. Обычно мне ехать недалеко, но в универские годы я просто жила на другом конце города, а универ на другом. И что я делала? Я просыпалась немножко пораньше. Где-то за 20 минут одна остановка была до конечной. Я ехала на конечную, а потом обратно ехала. Зачем ехала на конечную? Чтобы сесть и сидя проехать эти 10 станций. Потому что очень далеко находился универ. Наконечные. Возможно, вы меня не поддержите, но говорить, что не надо рожать от нищеброда и так далее. Ну, блин, это не по-человечески. Вы не знаете, какое материальное положение будет у вас через 5-7 лет, когда вы, например, забеременеете. К беременяшкам у меня вообще отдельное отношение. Я как бы с удовольствием уступлю место. Потому что им и так несложно. Но когда нахально тебя поднимают из-за того, что мой ребенок здесь стоит, смотришь на ребенка, ребенок почти как ты. Такие вещи до меня не доходят. Или в тиктоке вижу, женщина снимает там детей, которые сидят, таких подростков, и говорит, вот ни один не встал и не уступил мне место. Вот такая нынче типа молодежь. Например, бабушка, какая-то дедушка заходит, спокойно могу уступить. У нас вообще много кто уступает. Но, опять же, это не должно быть в агрессивной форме. Лет 7 назад мой брат приехал в Азербайджан. И кто не знает, он однажды попал в очень серьезную аварию. Чудом остался жив. Приехал сюда на лечение. И каждый раз ехать на такси в то время было очень накладно. Поэтому ехали на метро. А у него как раз-таки были проблемы с суставом. То есть, когда он сидит, этого не видно, понятное дело. Но когда он ходит, он конкретно хромал. И это было видно. И вот сидит он. Ему долго стоять тоже нельзя было. Потому что была нагрузка на другую ногу. Вот сидит мой брат. И все женщины, которые заходят с таким этим высокомерием, смотрят, что вот парень сидит, даже не уступает место. Какой ужас, молодой парень. Сидя, откуда ты можешь понять, чем он болеет, какие у него заболевания и проблемы со здоровьем. Конечно, естественно, это неправильно и неприятно. Вот эти свои эмоции нужно держать при себе. Все-таки и вы заплатили за проезд. И этот человек, даже мой брат, к примеру, возьмем, тоже заплатил за проезд. Прям нету такого, что он прям обязан. А вот у нас так. У нас считается, что вот прям обязан уступить. Никак по-другому. То есть я в этой ситуации не за тех, которые говорят, мы не обязаны. И опять же, не за людей, которые агрессивно настроены, что вот почему мне не уступают. Все зависит от ситуации. Если вам не уступили, не надо делать из этого трагедию. Когда вы садитесь в автобус, вы уже должны предполагать то, что, возможно, сидячих мест не будет. Если вы видите, что таких мест нету, а ехать стоя вы не хотите, подождите следующий автобус. У нас, слава богу, с этим очень круто, в том плане, что есть и метро, и автобусы. И в большинстве случаев автобус едет полупустой. Но я однажды, когда была в Саратове, я была в шоке, насколько мало автобусов задействовано. И все автобусы едут битком. У нас этого мало. И в таких случаях с удовольствием можно уступить. В общем, как-то так. Вообще, в априоре, никто никому ничего не должен. Была сегодня в Санхедмятия. Это как паспорт стол. Подходили девушки с детьми и просились без очереди. Что вот я с ребенком, а я на минуточку просидела в очереди ровно три часа. Если бы с ребенком можно было бы без очереди, я бы спокойно взяла ребенка моего двоюродного брата и пошла бы туда, решила свой вопрос за 15 минут. Там сказали, что нет. Все в очереди должны быть. Никаких поблажек никому. Единственное, по-моему, военным там. Как я поняла, там пустили без очереди. Но я только рада, на самом деле, потому что военные после последней войны я поняла, что это очень важная профессия. Они нас защищают, они отдают свои жизни, чтобы мы спокойно жили здесь, в городах. Поэтому я вообще считаю, что проезд военных в автобусе тоже должен быть бесплатным. Сколько военных погибло в Карабахской войне? Это не просто профессия. Это наше с вами спокойствие. И мы должны быть благодарны ветеранам, военным. Вот раньше я реально это не осознавала. И когда у меня не было парня, я всегда говорила, хочу любого, только не военного. Знаете, почему? Потому что военные бывают очень дисциплинированные, очень строгие такие. Поэтому я не хотела. Но сейчас наоборот, я поменяла отношения. И понимаю, что они просто настоящие мужчины. А вы обязательно пишите в комментариях ваше мнение. Уступаете ли вы место в автобусе или, например, в метро? И как вы считаете, обязаны ли молодые уступать место пожилым людям? На этом все. Всех люблю, целую. С вами была Кеймили. Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok